Путин Путинский режим трансформируется в жесткую фашистскую диктатуру. Дмитрий Медведев хочет быть самым большим людоедом среди них. Как долго Запад готов финансировать войну? И даже среди них есть проблема с казачьей Крым. Без запинки, через запятую, одним предложением. Война преступная, режим нелегитимный, Украина единая. Не можешь сказать, отойди в сторону. Говорю, у Вастап Бендер все ходы записаны. Кому все это нужно, если вдруг выясняется, что можно напасть на соседнюю страну, отхватить кусок территории, депортировать миллион с лишним человек, а потом, как говорится, еще диктовать свои условия на переговорах. Здравствуйте, меня зовут Сакена Имурзаев. И сегодня мой гость Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, российский политик, оппозиционер, общественный деятель. Гарри Каспаров, Марафон Фридом, прямо сейчас. Гарри Каспаров, советский, позже российский шахматист, 13-й чемпион мира. 17 лет назад завершил спортивную карьеру и начал политическую. В 2013 году уехал из России, пообещав бороться с режимом Путина на международной арене. Спасибо, Гарри Кимыч, что нашли время. Благодарю вас. Я бы хотел о многом и о том, как вы впервые в середине 2000-х почувствовали, к чему все это ведет происходящее. Но начнем с самой войны. Я читал сегодня, готовясь ваше интервью, довольно старое, ему уже почти 20 лет, когда вы уходили из шахмат в политику. И вы так вспомнили классическую шахматную триаду, логическую. Материал, время и качество. Давайте с точки зрения именно этих трех категорий поговорим о том, как сейчас развивается война. Материалом, чтобы наши зрители нас не считали какими-то нелюдями, давайте считать вооружение. Время есть время, ну а качество, вы лучше меня точно знаете, что такое позиционное и тактическое качество и так далее. Вот с точки зрения этих трех критериев, как сейчас развивается война? Спасибо, во-первых, за то, что вы вспомнили вот эту триаду, потому что на ней построена была моя книга «Шахматы как модель жизни». И это, на мой взгляд, три ключевых компонента, которые в разных пропорциях рассматриваются при принятии любого решения. Самых судьбоносных до самых каких-то обыденных. Вопрос только в том, как они смешиваются и какие цели мы перед собой. Вот здесь ставим. Единственное, что требует, пожалуй, некоторого пояснения, это второй фактор – время. Потому что, скажем, в шахматной партии время – это, во-первых, время на часах, сколько времени у вас есть для принятия решений. А во-вторых, это то время на доске, когда от того, как вы делаете решение, жертвуете какой-то материал, вы выигрываете какой-то темп. На самом деле, и в жизни примерно тоже так. Есть время, которое нам отводится на принятие решений, а другое дело – это время, в нашем случае, на поле боя. Как быстро перебрасывать ресурсы, например, военные подразделения или техника из одного региона в другой. Поэтому попробуем посмотреть на общую картину. Но картину всегда надо оценить, мне кажется, исходя из целей, которые ставили перед собой воюющие стороны. Опять, я пытаюсь здесь быть нейтральным, потому что мы обсуждаем как бы стратегию, ситуацию. Совершенно очевидно, как говорят, что никакого паритета в действиях сторон я никогда не видел и считаю это как неправильно даже рассматривать. Но для упрощения процедуры мы говорим вот воюющие стороны. Очевидно, что задачей Путина с самого начала был захват большей части Украины и разгром украинской государственности. Этых целей никто не скрывал. Они многократно озвучивались как самим Путином, так и российской пропагандой. И глядя на первоначальные действия российской армии, которая наступала как минимум на шести направлениях, было очевидно, что цель просто полностью раздавить, задавить, разрушить и, конечно, взять Киев. Значит, если мы исходим из этих целей, которые, очевидно, стали с начала войны, то Путин, конечно, потерпел неудачу. Очевидно, что задача разгрома украинской государственности, она полностью провалилась. Украина не только сохранилась как государство, но стала гораздо сильнее. Мы говорим как государство пока. И понятно, что сегодня уровень репутации Украины и авторитет страны в мире, и, конечно, лично авторитет украинского лидера, президента Зеленского, находятся на недосягаемой высоте. То есть здесь план Путина полностью провалился. Украина, можно считать, добилась определенного успеха. Даже большого успеха. Почему я сказал определенного, такая оговорка, война не кончилась? Здесь, мне кажется, даже важно понимать, что даже первый большой успех не означает, что война завершилась и что дальше все побежали. Ресурсы, которые располагает Путин, по-прежнему огромны. Переходим к материалу. Понятно, что качество этого материала падает. Наверное, все-таки у Путина, я повторяю, наверное, потому что никто точно не знает, подходит к концу запас качественных ракет, новейших ракет. Об этом все говорят, я просто в данном случае фиксирую то, что сказано в прессе. Но это не означает, что способности российской армии сеять смерть и разрушение, особенно среди гражданского населения, они резко уменьшились. Они, может, вообще не уменьшились, потому что стрелять будут ракетами 60-х, 70-х годов. Но они тоже убивают. Мы же понимаем, это даже не ракеты Второй мировой войны и снаряды. Это, в общем, относительно современное оружие. Потому что, кстати, многие виды вооружения, сейчас мы все читаем это, они же на самом деле принимались в армии и в немецкую, и в английскую еще там 70-80-е годы. То есть поэтому, скажем, такого кардинального прогресса есть не было. И можно сказать, что этих ресурсов у России, получив наследство Советского Союза, пока более чем достаточно. Поэтому пока мы все-таки видим ситуацию, когда Россия уже не может вести направление на всех фронтах, вот как бы вот везде как бы, но, тем не менее, состоится концентрировать большие ресурсы на определенном направлении, восточном в данном случае, и используя, в первую очередь, огромное преимущество огневой мощи, добиваться пусть небольших, пусть тактических, но тем не менее успехов. То есть сохраняется по-прежнему угроза все-таки окружения, пусть даже небольшого котла на востоке, она сохраняется. Я стараюсь как бы здесь объективно. Вот. Так что пока, пока все-таки перевес по вот этим факторам материально-техническим и, скажем, вот временным пока, вот-вот, находится на стороне России. А теперь переходим как бы к качеству. Ну, война это не только техника, это и люди еще в данном случае. И совершенно очевидно, что уровень мотивации украинской армии и, как мы видим, профессионализм, именно способность оперировать небольшими группами, они дают у украинской армии серьезнейшее преимущество. Причем не только тактическое, оно переродится к стратегическим. Потому что видно, что российская армия, как всегда бывала с армией несвободных людей, она очень вертикальна. Вот это же, как всегда, вот способ управления страной, он передается и в армию. Вот когда, как бы, все говорили про коррупцию в России, почему-то забывали, что это коррупция и в армии должна быть. То есть, на самом деле, если воруют везде, во всех отрасльных ведомствах, то армия, в принципе, вообще является лидером в этом процессе, потому что количество закрытых статей бюджета на армию превосходит все остальное. И неудивительно, что, скажем, расследование ФБК Навального, они практически армию не трогали. Ровно потому, что там невозможно будет информация была. Но, как мы увидели, что коррупция, она, в данном случае слава, коррупция российская, она все-таки сыграла свою роль и разъела, как ржавчина, многие российские, как бы, армейские внутри, вот эти горизонтальные-горизонтальные связи. Вот, но, опять, коррупция, коррупция, тем не менее, значит, как бы, все равно армия, армия все равно огромная. И постепенно, пометьте, как бы, война всегда заставляет искать более практические решения. Вот, но, вот что делать с вертикалью? Вот, можно починить, как говорится, вот эти горизонтальные связи, можно привести более там уже, как бы, способных генералов, хотя с этим тоже, конечно, напряженка. И хорошие генералы, судя по всему, у России, они идут вперед, и украинцы их донацифицируют очень-очень эффективно. Но вот ментальность вертикали, то, что, как бы, есть команды, и надо их выполнять, они, конечно, конечно, серьезно сдерживают продвижение российской армии. И, слава богу, они не могут действовать без четкого выработанного плана, и как только проходит сбой, надо ждать новой команды. Украинцы гораздо маневреннее, и это дает им преимущество. То есть, пока вот установилось относительное равновесие, опять, понятно, что тяжелейшие бои на Востоке, и постепенно вот эта махина давит, но видно, что за счет вот этих факторов, которые сейчас мы обсудили, именно и морального состояния, и способности действовать инициативно, и, кроме того, война на своей земле, это все-таки тоже важнейший фактор. То есть, за счет этого продвижение российской армии, конечно, носит крайне-крайне ограниченный характер. Но ситуация, которая возникла, может, к сожалению, надо признавать, может и застопориться, она может и так быть замороженной, и начнется война на истощение. Вот здесь тоже, как говорится, мы должны оценить перспективы сторон. Понятно, что в России намного больше военный бюджет, много ресурсов, но у Украины есть поддержка всего мира. И здесь опять мы анализируем факторы, которые до конца просчитать трудно. Скажем, как долго Запад готов финансировать войну? Пока понятно, что есть энтузиазм, публика, общественность требует продолжения войны, помощи Украине, продолжение, оказывает всяческое содействие. То есть, пока консенсусом, точнее, я бы не сказал, консенсус – неправильное слово. Все-таки большинство на Западе считает, что надо помогать Украине и не давать никаких советов, не влезать с предложениями о мире, о каких-то переговорах. Но, тем не менее, даже в этой ситуации мы видим, что довольно влиятельные силы продолжают говорить о том, что надо искать какой-то выход из войны сейчас уже. По существу соглашаясь, если не на все, то на значительную часть путинских требований. Значит, вопрос, как долго перевес на Западе будет сохраняться у тех, кто готов поддерживать Украину в ее освободительной борьбе? А какая тенденция? Вот вы следите за этим, да? Появляются вбросы, там, публикации ведущих медиа, какие-то предложения, давайте кусочек территории. Вот насколько вот эта гибридная война, которая тоже идет на таком другом фронте, насколько она может повредить сейчас вот этому темпу Украины и работе украинской власти над тем, чтобы победить, в конце концов? Вы тут так как-то немножко уничтожительно сказали кусочек территории. Там не такой не кусочек. Я даже, значит, твит у себя опубликовал, показал размеры территории, которые доброходы на Западе готовы отдать Путину, как бы в соответствии с территориями этих стран, там, Италии, Англии, Франции. Выступал в Германии несколько дней назад, и на лекции я сказал, что размер территории, которые собираются отдать, вот которые сегодня в руках у Путина, это территория практически совпадающая по размеру. Баварии, Баден-Вюртенберга и Тюрингии, трех больших немецких областей просто. Ну да, это наглядно. Вот это хотят отдать. Производится очень большое впечатление, потому что вообще там, вы говорите, там, 123 тысяч квадратных километров. Ну да, ну километры, 123 тысяч. А потом, говорите, Бавария, Баден-Вюртенберг и Тюрингия. И сразу как-то у немца, у него в голове все проясняется. Вот. Компания очень активно ведется, и правильно вы сказали, гибридная война, потому что Путин все-таки ГБшник, не будем забывать. И гибридная война вообще велась уже много лет. И против Украины, и против стран Балтии, и против НАТО, и против Америки. Она включала в себя все, и подку политиков, и обработку общественного мнения, и создание вот этих фабрик-троллей в интернете. Фактически там создание целой индустрии фейковых новостей. То есть, на самом деле, это огромная война по обработке западного общества и по парализации его воли к сопротивлению. Ну, не будем говорить, конечно, это нефтегазовая война. Точнее, даже не война, это называлось бизнес. Но мы-то все понимали, к чему это идет. И сейчас там уже Ангела Меркель как-то жалко пытается оправдываться, почему в 16 лет она работала фактически на продвижение интересов Газпрома. Почему Европа оказалась в тотальной зависимости от Кремля. И нам говорили, вот, очень трудно, вы не понимаете, бизнес, это такие связи, так долго делается. Сейчас, буквально за несколько месяцев, это все решается. И уже в ближайший год Европа готова практически полностью отказаться от российского газа. С нефтью еще раньше можно разобраться. То есть, вдруг выясняется, что все это можно сделать. Вот сейчас, когда мы смотрим, Европа приняла 6 пакетов санкций. 8 лет после аннексии Крыма. Разговорчики какие-то вот там, ну, мы немножко здесь сделали, там сделали. Комариные укусы были. То есть, на самом деле, в руках Европы и Америки были способы продемонстрировать Путину, что война в Украине будет слишком дорогой для него. И если бы хотя бы часть, небольшая часть, вот не надо 6 пакетов, 2 пакетика санкций. Вот там, что отключить от свифта. Показать, что дальше, дальше не надо, дальше будешь платить. Ничего этого не сделали. Поэтому сегодня трагедия, которая происходит в Украине, вот это огромное количество жертв, это все можно было избежать. Если бы на Западе было понимание того, к чему мы идем. И сегодня, ясно, что многие из тех, кто занимал эту пораженческую позицию, вот такую трусливую, сегодня пытаются скрыть свои неудачи, рассказывая о том, что надо войну останавливать. Вот они вдруг стали пацифистами. Надо остановить войну. Есть хороший способ остановить войну? Освободить украинские территории. Если российские войска уйдут отовсюду, то война остановится. По крайней мере, могут уйти за люди 23 февраля, чтобы, по крайней мере, показать, что они готовы идти к переговорам. Но мы же пока видим, что ничего этого не происходит. Что показательно, что в то время, как на Западе эти доброходы путинские, я говорю слово «доброход» такое мягкое слово, потому что хочется сразу проверить банковские счета у этих доброходов. И много других вопросов задать им гораздо менее лицеприятных. Так вот, российская пропаганда и российские сводки, ну, слава богу, мы читаем все это, они говорят вообще о другом. Очень показательно, что любое продвижение российских войск на украинской территории рассматривается от российской пропаганды как освобождение. Освободили там еще чего-то, какой-то там Святогорск, еще что-то. То есть это идет война на опять, на захват Украины. То есть никаких там это вот деноцификации забыли уже. Это такая тупая империалистическая война, задача которой ликвидацию украинской государственности. И никто никаких других задач не ставил. И видно, как ужесточается тон вот всей этой, всей путинской комарильи. Там уже там они соревнуются, кто станет более жестким. Там уже Дмитрий Медведев хочет быть самым большим людоедом среди них. То есть не так просто. Там еще вылезет Сергей Миронов. Это, кстати, еще раз показывает вообще все эти иллюзии российской оппозиции, которые говорили, вы знаете, у нас там есть альтернативы. Я говорил много лет. Никакой альтернативы Путину быть не может, пока не будет проведена нормальная демократическая процедура в России. Путинский режим трансформируется в жесткую фашистскую диктатуру и начнет агрессивные войны против других стран, потому что так всегда было в истории. И ничего другого нам ждать не приходится. И сейчас вот как бы, ну, вот я вижу свою задачу, я работаю, вот сейчас как раз статью готовлю очередную в Wall Street Journal, о том, что все-таки пора, наконец, отфиксировать цели Запада в этой войне. И никаких других целей, кроме обеспечения всеми имеющими средствами. Сокрушительной военной победы Украины нет. И эта победа должна включать освобождение всей украинской территории. Это должна включать себя репарации за разрушенную страну. Это огромные, огромные деньги, сотни миллиардов долларов. И привлечение к международному суду военных преступников. А иначе в каком мире мы живем? Иначе вообще о чем разговоры все там? Там правила у нас, договоры, компромиссы, там подписываются какие-то бумаги, какие-то, ищутся какие-то консенсусы. Кому все это нужно, если вдруг выясняется, что можно напасть на соседнюю страну, отхватить кусок территории, депортировать миллион с лишним человек, вот, а потом, как говорится, еще диктовать свои условия на переговорах. Ну, видите, Гарри Кимович, вы относитесь к такой партии победы, скажем так. Не только в Украине, имею в виду, за пределами Украины. Это эксперты, элиты, которые за победу, да. Но не скажут ли в очередной раз, вот Гарри Кимович ведет себя как фишер в шахматах, так он ведет себя в политике. Опять обостряет, опять делает скандал, опять говорит, только дожать до конца. Почему, спрашиваю. 2005 год, 10 марта, вы заявили в Андалусии о том, что вы уходите из шахмат. И пошли в политику. Вчера я готовился к интервью, а в 2006 году я пришел корреспондентом на Эхо Москвы. И поэтому все эти первые шаги, первые марши несогласных, бесконечные симпозиумы, попытки объединиться, это все моя и моих друзей журналистская молодость. И вот одному из моих коллег я звоню, он сейчас вынужден был покинуть Россию, и говорю, вот буду говорить с Гарри Кимовичем. И он говорит, слушай, но ведь он первый кричал караул. Он первый говорил о том, что это все закончится фашизмом. В 2005 году, когда нам было еще по 19 лет. И говорит, ну черт возьми, как обидно, что он оказался прав. Почему вы тогда, в 2005, поняли, чем это закончится? И вернемся к нашему моменту, когда вы говорите, что вы пишете статьи, призываете их к действиям. Почему вы сейчас алармируете? На самом деле, есть же такая вещь, как исторический опыт. Я вообще родился в СССР. То есть, в общем, какие-то вещи мне понятны не из учебников. Для меня звонком стало появление Путина. На самом деле, конечно, надо было волноваться раньше. И 1993 год, я понимаю, в общем, мы все вели себя неправильно при расстреле парламента. И Первая Ченская война, мы выступали против, но все равно до конца не понимали вообще, куда все это идет. 96-й год, выборы. В общем, есть к себе претензии к нам всем. Но когда появляется чекист, как сменщик, который, ничтоже сумняшись, заявляет публично, что не бывает бывших агентов КГБ, что бывших офицеров, как говорится, это навсегда. Когда этот же человек, получая всю полноту власти, и тут же вводит советский гимн обратно. Такая вот символика. А потом делает как бы своей ключевой фразой философской, если слово философия, она неприменима к нему, тем не менее, в его видении мира. Например, распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века. Ну, мне хватит уже, все уже. Вот, 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 вот его мировоззрение. И дальше понятно. Если у него будут возможности, он это будет реализовывать. Другое дело, что вначале он все-таки колебался, но не уверен был, видно было, что попробуют здесь, попробуют там. Но все же получалось. НТВ закрыли, потом там ТВ-6 закрыли. А когда уже разгромили ЮКОС, и видно было, что он вошел в силу, а Запад продолжал хлопать ушами, ну, какие были сомнения в том, что он будет к этому идти. И более того, вот это, он же это не скрывал. Вообще, как диктаторы в прошлом, и вообще в настоящем, ну, они же всегда лгут, что они сделают. Вот, по поводу того, что мы сделали, он будет лгать. А по поводу того, что он планирует сделать, он часто говорит, это как бы проверка такая, вот, на вшивость. А вот проверим, что они скажут. Так вот, в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности в Европе, вот, Путин просто сказал, настало время вернуться к сферам влияния. И вообще НАТО должно убраться на границе 1997 года. Сфера влияния – это язык из договора Волотова-Риббентропа. Вот так Сталин и Гитлер делили Европу. Вот, как бы. И, ну, какие могут быть еще сомнения? А чтобы никто дальше вообще не сомневался в серьезности его намерений, на следующий год они атакуют Грузию. Я говорю, они, потому что формально уже Путина там не было, был Медведев, который вводил всех в заблуждение. Как мы теперь понимаем уже окончательно. Медведевское большинство, свобода лучше, чем не свобода. Ну, как можно за тенью не увидеть было Демиурга, который всем этим руководил. То есть планы Путина довольно четко как бы реализовывались. Опять, я прочитал достаточно исторических книг. Гитлер писал «Майн камп» в 1924 году. Его издали книгу в 1925. Но в 1925 году Гитлер был никем. Он был главой заштатной какой-то националистической партии. Ну, она имела какую-то поддержку там, какие-то деньги имела, но не было их. Они на выборы в 1928 году набрали, по-моему, там 3%. Путин говорил это, будучи президентом России уже. И парадокс, что его никто нормально как бы не готов был выслушать. А в самой России, ну, на «Эхо Москвы» помните, сколько было дебатов и сколько нас критиковали. У нас, меня и моих довольно немногочисленных сторонников. Мы говорили, в России ничего не изменится через выборы, потому что власть, она фашизируется. Нам говорили, что из-за таких, как мы, придут к власти страшные националисты. А Путин – наша последняя надежда. Как вот у Пушкина, царь, последний, там, единственный европеец в Европе. Это все… Европеец в России, правда. Это все было зафиксировано. А как вот говорил Остап Бендер, все ходы записаны. Да. Это правда. И сегодня интересно, что многие люди, которые оказались тоже, вынуждены оказались за границей, они снова продолжают, как бы, вот этот конфликт. Такое ощущение, что вот я, например, виноват в том, что им пришлось уехать. Вообще-то, если бы все раньше об этом думали, может быть, мы что-то могли бы сделать. Но никто не хотел, как говорится, принимать вот этих радикальных решений. Вот если вспомнить, там, 2011-2012 год. Ну, надо было что-то делать более энергичное. Так нет, но все же началось раньше. Выторговывать какие-то там жалкие подачки. Я еще вспоминаю комитет 2008, когда вышли, да, вы хотели участвовать еще. Это вообще, это уже у вас такая память просто хорошая, как бы, комитет 2008. Опять, в чем была идея? Вот все мои проекты, комитет 2008, объединенный гражданский фронт, другая Россия, национальная ассамблея, координационный совет, это уже последняя попытка была. Это были все попытки объединить людей под эгидой свободных выборов. Не важно, кто входит в коалицию. Важно, чтобы у нас была цель провести в России свободные выборы. Потому что пока в России не будет свободных выборов, никаких изменений знать нельзя. К сожалению, очень многие люди, либеральных взглядов, готовы были участвовать в фарсах, которые Кремль делал все более и более такими демонстративными. С моей точки зрения, это всегда, это был, как минимум, как минимум была потеря времени. Но чем дальше, тем больше становилось, как бы, подыгрышем Кремлю. Потому что о каких выборах могла идти речь? Но итогом было то, что режим получал дополнительную легитимацию в глазах остального мира. Необходимо было бороться за санкции. Необходимо было доказывать, что этот режим, особенно после 2014 года, после аннексии Крыма, является главной угрозой мировой безопасности. А как это можно было доказывать, когда существовало большое количество организаций, работающих в России, которые тоже писали письма? Вот это очень показательно. У меня была переписка такая, заочная, с Хайком Асом, бывшим министром страны в Германии, которыми я писал, что что такое, почему Россия принесла в Европу. А в ответ мне говорят, так у вас тут десятки организаций хотят, чтобы Россия вернулась от Европы, потому что очень важно будет стоять по правам человека, Европейский суд, очень важные вещи все. Вообще-то Россия уже была фашистской государственной тогда уже. Надо было послушать, что они говорят. Ведь каждый день на протяжении 8 лет, начиная с аннексии Крыма, российскую общественность готовили к новой войне. Каждый день все эти Соловьевы, Киселевы, Скобеевы. И это все же было. И все же все это слышали. Я слышал, они это слышали. Но они продолжали играть вот в эти кремлевские игры. О, посмотрите, Кремль реагирует. Вы же реагируют. А почему не реагировать, когда это было идеальное упражнение? Риска ноль, они все контролировали. А пиаровский эффект на Западе, он отличный. Вот посмотрите, у нас есть оппозиция в России. А эти вот, которые там всякие, там, вот Боря Немцов начинал со мной, Каспаров там, вот они с Браудером, каким-то жуликом вместе там пытаются санкции делать. Большинство российских оппозиционеров санкции. Это часто они полюбили санкции. А в те годы они были, по меньшей мере, ну, скептичны, относились прохладно к этому. И считали, что вот это они занимаются за границей, это все ерунда. А вот мы в России тут реально боремся. А, Горей Кимович, это как вы вот сейчас ретроспективно считаете? Это происки и проделки, там, план ФСБ? Или это неспособность договариваться, да? Людей, которые вроде светлые, чистые, справедливые, хотят изменить страну, Россию, но просто не могли. Каждая итерация – это скандал. Так, нет, ну, давайте договариваются люди, когда у них есть понятие общности цели. Вот, как бы, для меня, как бы, цель была изменение, вот, как бы, вот, политической системы в России. Уход от этих тенденций, сначала авторитарных, потом тоталитарных, и возвращение института свободных выборов. Вот все остальное мне казалось вторичным. К сожалению, эти мысли не разделялись многим, потому что там были разногласия политические, а вот, знаете, вот с этими мы не хотим общаться, потому что вот они такие ужасные, вот там, например, националисты. Вот, это большая угроза. Значит, какое количество либеральных людей кричало вообще, что вот, мы никогда с ними, Игорь Каспаров, он там девальвирует идеи, за которые мы выступаем, националисты, левый. На самом деле, понятно, наступают моменты, когда не важно, кто он, человек, а важно, как он относится к главной проблеме. Вот Крым по-многому разделил. Понятно, что левый и кость этого исчезли. Там, удальцов, который был оппозиционером, стал крымнашистом. Причем таким отмороженным крымнашистом. Не случайно сейчас, по-моему, жена получает мандат рашкинский в Госдуме. То есть, отсидел он свое, но, в общем, в итоге семья получила вознаграждение за верную, за приверженность главным идеям. Опять, главное, это имперскость у Путина была. А теперь посмотрим на националистов. Там разные были. Да, там я был Прилепин, там был Просвирин. Но также были там Демушкин и Белов Поткин, которые пошли в тюрьму, чтобы не поддерживать это. То есть, поэтому надо все-таки, мне кажется, понимать, что сегодня многие вещи, они по-другому должны рассматривать. И сейчас мы находимся в ситуации, когда, на мой взгляд, вообще, вроде бы, есть идеальная возможность для консенсуса. И тем не менее, тем не менее, что-то нам мешает. Консенсус простой. Мы по трем позициям. Война преступная, режим нелегитимный, Украина единая. Вот, пожалуйста, без, как говорится, без запинки, через запятую, одним предложением. И вы знаете, и вдруг выясняется, что вот, ну, с войной преступной понятно, с режимом уже есть проблемы, как-то нелегитимные, а почему нелегитимные? А вот с Крымом, уже понимаем, о чем идет речь. А вот здесь начинает просто какой-то паралич горла выступать. А о чем можно договариваться? Для меня нету возможности договариваться с людьми, которые не признают территориальности Украины. О чем договариваться? Будущее России зависит от того, как мы сумеем выйти из этой чудовищной цивилизационной ямы. И без покаяния за то, что было сделано путинским режимом, в первую очередь, в Украине, нам никуда не деться. Если сегодня, когда мы видим все эти чудовищные преступления, у многих, как они себя называют, российских оппозиционеров, есть проблема с признанием территориального целостности Украины, а на какую почву объединяемся? Но мы говорим сейчас о тех, кто в России, которым грозит за это. Нет, ну у меня... Нет, в России оппозиции нету. Нет, в России сегодня фашистская диктатура. То есть просто про людей, которые выехали из России. Да, мы говорим о тех, кто сейчас находится в Израиле, в Турции, в Грузии. Нет, мы говорим о тех, кто может заниматься оппозиционной деятельностью. Может оббивать пороги каких-то учреждений, требовать больше санкций. И даже среди них есть проблема с казачьей Крым. О, ну, что же мы... Давайте проведем эксперимент. Вот как бы проверим. Многие начинают колебаться. Ну вы понимаете, здесь есть сложности. Нет никаких сложностей здесь. Нету. Никаких сложностей нету. Я очень надеюсь, что, между прочим, что украинская власть, между прочим, будет активно использовать. Потому что вот у нас же сейчас везде оппозиционер российский. Я предлагаю вот любому сразу давать в лоб этот вопрос. Без запинки, через запятую, одним предложением. Война преступная, режим нелегитимный, Украина единая. Не можешь сказать, отойди в сторону. Знаете, в 2014 году у меня возникла такая идея. Мы говорили с коллегой Сергеем Пархоменко. И я придумал такую формулу. При подаче документов на визу россиянину в Европу или в США его надо спросить, к чей Крым. И в зависимости от того... Идеально. Вот Европа... Спасибо, что напомнили. То, о чем можно было и нужно было говорить в 2014 году. Вот это простой тест. И сразу выяснилось бы, что большое количество людей, как бы, оно, в общем-то, к Крыму относится так вот. Как бы это в теории хорошо, но личные интересы свои ставлю выше. Но сейчас-то уже не 2014 год, а 2022. Сейчас, на самом деле, ситуация гораздо более критическая. И сейчас мы даже говорим не про там визу, а про то, что люди находятся уже за рубежом. И опять, нам нужно реабилитировать, как образ страны, если это вообще возможно в ближайшие годы. Так как каждый должен занять свою позицию. Потому что есть понятие как бы коллективной ответственности. А есть еще как бы вот личный способ как бы ее преодолевать. Каждый делает, что может. Каждый пытается как-то поменять ситуацию, помогая Украине по-разному, собирая ресурсы, оказывая всяческую поддержку в мировой прессе, то есть встречаясь с политиками, продавливая общественные. Кто опять, кто что может. Но первым шагом должно стать признание этих трех ключевых пунктов. Потому что, о чем мы разговариваем тогда? Да, я готов спорить о будущем устройстве России. Да, это важный вопрос. Мы должны поговорить об этом. На мой взгляд, это, конечно, никакого президентского поста не должно быть. Это должна быть конфедерация. Но это опять, это вопросы уже будущего. Но для того, чтобы мы туда перешли, мы должны согласиться об одном. Россия, свободная Россия, как прекрасная Россия будущего, не может быть империей. Соответственно, она должна дать все территории, незаконно захваченные, и более того, обеспечить свободный выход из России, тем территориям, которые это пожелают. Вот опять, это не пункт, по которому можно стечь компромисса. Или мы считаем, что Россия должна стать свободной, демократической и, соответственно, не имперской. Или мы по-прежнему ищем способ пройти между струйками. Ну, вы знаете, вот подремонтируем здесь, подремонтируем там. Не, 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 никаких ремонтов. Это гнилое здание, все сносится. И не только с большевизмом, не только с могильником на Красной площади. Это, на самом деле, вопрос всей истории нашей. Это вопрос столетий имперского расширения. И в 21 веке это не работает. Нет больше империи в мире. И России пора это признать. Я не хочу говорить там, свалка истории, когда были и моменты какие-то, наверное, славные в истории. Мы про них можем говорить. Но это не может быть частью политического процесса сегодня. А у меня есть серьезные сомнения, что многие из тех, кто сегодня мечтает о прекрасной России и будущего, готовы к такому серьезному диалогу. Как раз о будущем. У вас для нашего зрителя справа от вас, слева на вашем фоне украинский прапор мы узнаем. А флаг, который не так давно появился в пространстве информационном, вы человек, который в 90-м году, кстати, поставили триколор во время партии, да? Да. Сейчас вам стыдно за этот триколор. У вас теперь новый флаг России. Смотрите, сейчас, да. Но тогда это был флаг свободы. Тогда это был флаг протеста против коммунистической диктатуры. И я был первым советским спортсменом, кто-то отказался работать под советским флагом. Ну, на самом деле, первым был отказ работать под советским флагом. А дальше этот флаг свободы реял тогда на всех протестных митингах. И мне было важно, чтобы он стоял там, как бы, на моем столике. Продержался этот флаг четыре партии. Потом карповская делегация затребовала его убрать оттуда. Вот. Вот. Ну, и, как бы, еще в ближайший год я играл под российским флагом. Потом все постепенно ставили тоже под российским флагом. Вот, как бы, это, естественно, уже как СССР распался. Так вот, ирония судьбы. Сегодня Карпов под этим флагом. А я вешаю уже на свой, на свой Zoom другой флаг. И здесь, мне кажется, снова это перекличка с тем, что было тогда, 32 года назад. Потому что это флаг, который спонтанно появился на протестных митингах. И идея этого флага, ну вот, сотрем красную полосу. На нашем флаге не должно быть цвета крови. То есть, убираем нижнюю красную полосу и получается белый-синий белый флаг. Интересно, что, как вот такая вот историческая аналогия, что это цвета Новгородской республики. Никто об этом, кстати, не думал. Но интересно, что вот как-то вот такие происходят такие повороты, вот такие неожиданные, такие, такой исторический фрейдизм, что относит нас туда к очень, как бы, уже, ну, я бы сказал, не сказал коротким, но позабытым периодам русской истории, когда все-таки северо-западная часть Руси, она все-таки была частью европейского пространства. Может быть, это какой-то знак там свыше, что вот надо, в эту сторону надо двигаться. И для меня, кажется, это как бы вопрос решенный. То есть, опять, я знаю, есть разговоры, а что надо делать, какой флаг выбирать. Ну, это же понятно, люди уже выбрали за нас. И столько символики сошлось. Вот как бы вот, вот это был, был спонтанный такой порыв, и вдруг выяснилось, что здесь есть и символика, как говорится, вот это, уберем кровь с нашего флага, вот цвет крови, и еще отсылка к тем моментам нашей истории, которые могут стать, надеюсь, такой точкой сборки для будущей России. Гарри Кимович, мы постепенно будем к финалу. Такие больше вопросы безумно интересны. Еще повторим обязательно наш разговор в других формах. Но сейчас вот про что. Когда я смотрю на зверства в Буче, на все, что происходит, помимо эмоциональной реакции, знаете, о чем я думаю? О жуткой интеллектуальной деградации, которую прошла российская молодежь. Это молодые люди. Как так? Вот вы, человек, который занимались шахматами, популяризаторством шахмат, вроде бы и Дворкович, и Люмжинов, и они все пытались какие-то там клубы сделать, людей как-то... Оказывается, все впустую, все пиар. И мы имеем дело просто с расчеловечиванием молодых людей в России. Что с этим делать? Публиковать, как в прежние времена партии, в газетах, восстанавливать там ролики Демарского, чтобы он... Я не знаю, что с этим делать. Как вы даете ответ на это? Смотрите, ну, шахматы же такая дисциплина прикладная. Она же не может решать вопросы морали в обществе. То есть в шахматы в СССР играли, и, как бы, на фоне... Батвине стоялся чемпионом мира на фоне гулага все-таки сталинского. Поэтому нет прямой здесь связи. А что касается расчеловечивания, так Путина власти 22 года. Гитлер был у власти 12. И Германия там сошла с ума. Там к 44-му году война была безнадежно проиграна. Но они все равно там до последнего Рейхстаг защищали. В чем смысл? Люди сходят с ума. Происходит вот действительно, как бы, ну, как мы считаем, выход уже вот из состояния, когда человек нормально может оценивать вообще вот себя, мир, страну. как вот это вот, все это, все это видеть в целостности. А здесь 22 года. Вот давайте посмотрим, сколько этих солдат, которые зверствуют в Украине сейчас, родились при Путине. А если мы посмотрим на тех, кто пошел в школу при Путине, я думаю, почти вся армия там такая. Вот кто созрел при Путине и родился, это же 30 лет период уже можно брать. Так вот, это вся российская армия сегодня. И вот эти все годы шло вот это расчеловечивание. Не говоря о том, что, как говорится, в 90-е там уже добавляли. И старые песни о главном, и брат один, и брат два. То есть, на самом деле, ведь формировался культ вот этот. Вот культ силы, культ отторжения вообще вот нормальной эстетики. Потом полное презрение к западным ценностям. Вся эта гей-ропа, все это же, все на самом деле, это все демонстрация того, что мы вот тут, вот мы крутые, а это все, это все мусор. Можем повторить. То есть, вот это же, вот давайте еще раз вдумаемся. Можем повторить. То есть, все нормальные люди говорили, не дай бог это повторится. Never again. Never again. А мы говорим, можем повторить. И вот, знаете, вот повторяли, можем повторить. Вот это как рефрен. Вот сейчас повторяем. Только в другой роли уже. На самом деле, то, что сейчас происходит в Украине, это же тоже, это же тоже реинкарнация, свадки с фашизмом. Отличие только в том, что поезда с депортированными украинцами идут не на запад, а на восток. Но вот, вот доигрались, да можем повторить. И это снова возвращает нас, вот к теме, которую мы начали освещать сегодня. А именно, взаимоотношения внутри, вот либеральная оппозиция. А даже, что либеральная оппозиция. Ведь все же это было на наших глазах. На самом деле, можно было понять, куда все это идет. И нежелание, как бы, ну, попробовать, действительно, сломать вот этот, вот этот алгоритм, который толкал страну неизбежно к фашизму. А попытки, вот, ну, давайте работать внутри. Гибридная демократия, да? Вот это так, у нас называлось? Гибридная демократия. Вот давайте, давайте вот это самое, все-таки вот теории малых дел. Важно в нашем муниципалитете покрасить скамейки в синий, а не в желтый цвет. А сейчас нельзя. Сейчас уже не в тот, все, все, нельзя. Сейчас надо перекрашивать. Так вот, вот эта попытка, что мы тут сейчас все что-то изменим, мы вот тут поучаствуем в муниципалитетных выборах, санкции, надо было бороться с ними, пока они накачивали мускулатуру. Они купили полмира, если вообще, если не больше. И сейчас же мы имеем дело с глубоко и шалонированной обороной врага. на всех уровнях выясняется, что там и в газетах, и в крупных корпорациях, и в правительствах, везде почему-то находятся путинские симпатизанты. А дальше начинаешь копать, и выясняется, сколько там благодарительных компаний создан было Газпромом, туда-сюда, везде они просто. И даже вот такая простая ситуация. Вот как бы черное-белое, война в Украине. И тем не менее мы все равно видим вот эти оговорки постоянные. То есть сколько же они вложили и как они могли в эти годы готовить общественное мнение к тому, что им все дозволено. Как любой диктатор переходит в красную линию, они перешли 24 февраля, но если бы украинцы не смогли бы отстоять Киев и нанести первое поражение, я боюсь, сейчас бы мы жили бы в другом мире, в котором Путин снова гнул пальцы и диктовал всем свои условия. И последний вопрос, Гарри Кимович. Вы знаете, с начала войны я забросил свой ЧСКОМ и ни разу не заходил, не играл какой-то блок психологический. Не знаю, с чем это связано. Может, после нашего разговора я попробую еще. Как вы? Вы сейчас играете? У вас есть силы на это? Или вы полностью вот об этом? Слово «играю» это такое, мне кажется, звучит вызывающе, потому что я давно уже любитель. Но я немножко двигаю фигурой, я сыграю снова в 960 в Сент-Луисе. Это как такое обязательство ездить, играть. просто, наверное, если отвлечься, то, наверное, мог бы подвигать фигурки. Сейчас меня приглашают играть здесь, сыграть там. Но я понимаю, что сейчас просто голова в другом месте. вот когда долгая борьба, турнир, например, да, и вы на пике напряжения, как вообще вы справлялись с тем, чтобы не поехать крышей, да, как вот эту долгую борьбу, в которой сейчас очень многие люди в Украине находятся, в напряжении, как мне сойти с ума. Я играл длинный матч, безлимитный с Карповым, но я не готов как бы сравнивать его с теми испытаниями, которые сегодня проходят Украина и украинский народ. Наверное, должно помогать то, что другого же выхода нету. Вы сейчас говорили в начале там, партия победы, но нет другого выхода. Как тогда? Ну да, проигрывают 4-0-5-0, надо играть дальше. Ну вот у нас так вот так устроен мир, несправедливо, нас поставили в такое положение, но варианта нету. Или вы сдаетесь и уходите, или вы продолжаете бороться. Вот как говорится, вот все, что можно сказать. И у меня такое ощущение пока, что Украина продолжает бороться по-настоящему. И это на самом деле урок всему миру. Вот это очень важно, мне кажется, понимать. Урок всему миру. Вот то, что многие на Западе даже не хотят понимать, им так удобнее это не видеть. Но это урок всему миру. что надо бороться до конца. И безусловно, будет победа. Спасибо, Гарри Кимович. Спасибо вам большое за время, за этот разговор. Сил вам, здоровья, всего доброго. Спасибо огромное. Это был 13-й чемпион мира по шахматам российский политик, оппозиционер Гарри Каспаров. Кстати, в этом интервью мы упомянули книгу Гарри Кимовича, которую я очень рекомендую прочитать тем, кто ее еще не читал. Называется она «Шахматы как модель жизни». Гарри Кимовича, «Шахматы» 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 Жаль» «Шахматы»